Я вам рассказывала, у нас существует два вида кредитования физических лиц. Стандартное кредитование под залог, где... Ребята, там в конце меня не слушают, да? Стандартное кредитование под залог, где залогом может являться любое ликвидное имущество, дома, недвижимость, автомобили, золото, депозитные вклады, имущественные права, мы берем на депозитные вклады, депозитные чеки. Теоретически это может быть все, что угодно. Гараж, дачный участок, золотая подвеска, какая-то картина теоретически. Но на поверху, вот что мы работаем, под квартиры, дома и машины. Депозитные вклады. Ну, это очень, как бы, такой редкий вид кредитования, в том плане, что гражданам, которые у нас имеют вклады, нужно на какое-то время перехватить там, буквально на неделю-две, какие-то средства. Для того, чтобы не расторгать депозитный договор, они под его залог берут кредит. Значит, кредитная ставка по такому кредиту в соответствии с графиком, в зависимости от суммы кредита. Чем больше сумма кредита, тем ниже процентная ставка. Наполнение примерно 50-70% от оценки имущества. Кредит выдаётся сроком до одного года. И, скажем так, по кредитованию физических лиц стандартным, 90% кредитов, выданных ранее, выдаваемых сейчас и планируемых к выдаче в будущем, это под залог недвижимости, квартир. Этим видом кредитования занимается отдел, который состоит из Ольги Алексеевны, женщина Ольга Алексеевна и вот Марина. Вот, Марина, пристань, чтобы у тебя ребята... Вот. Значит, выдача кредита происходит через пластиковую карточку. Да? Марина, расскажи подробнее, как это всё происходит. Как приходят клиенты, какие примерные затраты, какие требования, какие ограничения. А я потом тебя дополню. Значит, когда приходят нам клиенты, чаще всего они либо приходят на консультацию, либо уже прозвенив, уже приходят с определённым перечнем документов. Значит, мы требуем, чтобы они приносили правоустанавливающий документ. Но если я говорю, что 90% таких кредитов, даже 95%, это под залог квартиры или дома. То есть недвижимости. Поэтому сейчас Марина устанавливает тогда недвижимость. Это чаще всего бывают такие кредиты. Значит, это правоустанавливающий документ, справка характеристик. Объясни, пожалуйста, что такое правоустанавливающий документ, чтобы сразу вам было понятно. Ничего нету такого сложного, чтобы вы не могли понять. Правоустанавливающий документ на недвижимость – это или договор купли-продажи, или свидетельство о приватизации. Право на собственность или о наследстве. Или дарственная какая-то о наследстве. То есть на основании… Это примерно как техпаспорт на машину. То есть для тех, кто не занимался недвижимостью, это как бы документ, который свидетельствует о том, что эта недвижимость принадлежит вам, или вашему мужу, или жене, или маме, или папе. Вот. Вот этот документ. Теперь дальше. Рамка характеристика, она появляется в БТИ на трехсветительской. Это можно клиенту сразу обсуждать. Трехсветительская 4В. Она рассказывает о том, кто владелец этой квартиры, и на основании какого документа принадлежит им эта квартира, и указывается там метражи и балансовая, общая жилая площадь, или инвентаризационная, либо балансовая стоимость этой квартиры. Справка БТИ выдается где-то в течение трех дней или недели. Это вы можете потом консультировать клиенту. Если кто-то хочет увидеть, вы увидите, что такое справка БТИ, можете подойти к Марине. А, есть у тебя с собой? Я сейчас посмотрю. Мари, я не буду. А? Сколько стоит у меня? 77,25 гривен на неделю. 77,25 гривен на неделю. Я вам сейчас передам справку БТИ, вот так вот аккуратно по рядам. Пустите. С другой стороны, посмотрите, как она. То есть она сделана на вообще, это ксерокопия, она на такой желтоватой бумаге, бланковой. Да, справка БТИ действительно три месяца. То есть если вы ее взяли три месяца назад, то она действительно. Что я только что сказала? Справки. Да, ну что я думаю, что... Слышайте меня, пожалуйста, а то вы будете сейчас. Действительно три месяца. Вот. И она, значит, теперь справка из ЖЭКа. Форма номер три из ЖЭКа, там тоже указано. Форма три из ЖЭКа, это справка из ЖЭКа о том, кто прописан в этой квартире. Есть у тебя такая справочка? Давайте. И там прикреплена справка об отсутствии задолженности по коммунальным платежам. Есть обязательные документы. Посмотрите, как это выглядит. Если у заемщика есть ребенок, он в этой квартире не прописан, а прописан где-то в другом месте, надо, чтобы он предоставил справку о том, где прописан ребенок. Есть ограничения. Если в этой квартире прописаны люди пенсионного возраста или несовершеннолетние дети, а еще хуже, если эта квартира еще и в собственности у этих людей. То есть если в правоустанавливающем документе не только мать покупала квартиру, да, ну, женщина, а если на нее право собственности и на несовершеннолетнего ребенка, то мы такую квартиру не можем взять в залог. Не потому, что у нас такие консервативные требования, а потому, что ни один нотариус не заверит на основании такого правоустанавливающего документа договор залога без разрешения опекунского совета. Опекунский совет на такое разрешение не дает. Да, а опекунский совет, во-первых, его нужно ждать и решать там около порядка трех месяцев, а потом он еще на такое разрешение не дает. Вот почему? Потому что, давайте я расскажу, почему, а потом извините вопрос. Почему? Чтобы вы понимали, как бы природу всякого нет, да, ну, всякого отказа. Если клиент берет кредит, перестает платить проценты и тем более возвращать основную сумму долга, мы вынуждены подавать в исполнительную службу. Исполнительная служба вынуждена, значит, через аукцион реализовывать эту квартиру. Если вы вменяемый, как бы, совершеннолетний человек, дееспособный, трудоспособного возраста, вы знали, на что вы шли, у вас не получился бизнес, как правило, у нас таких случаев не бывает, но то, чего мы боимся, чего мы не хотим. И эта квартира реализовывается. Если будет маржа, да, исполнительные всякие затраты по исполнительной надписи, по аукциону затраты, первый аукцион может сорваться, такая есть процедура, вы это все узнаете, если захотите со временем. Не надо это как бы все, ну, сейчас себе фиксировать, это не столь важно, я вам рассказываю принцип, почему это происходит. Если первый аукцион срывается по тем или иным причинам, то на второй аукцион цена автоматически снижается на 30%. То есть мы можем, а у нас идет, проценты начисляются, штрафные санкции, которые мы будем должны погасить, сумма кредита. И почему мы именно даем где-то 50%, почему мы настолько ниже даем? Для того, чтобы, если, во-первых, чтобы клиент был заинтересован в случае любых форс-мажорных обстоятельств, реализовать это имущество, погасить наш кредит и еще оставить себе какие-то деньги, чем оставить нам за эти деньги эту квартиру. Так? Это во-первых. А во-вторых, если уже будут какие-то длительные процедуры по каким-то объективным или субъективным причинам, чтобы вы могли погасить всю задолженность, и штрафы, и пени, которые обязательны, потому что потом нас проверяет налоговая. Если нас проверяют на два, они, почему мы что-то не доформировали, почему мы что-то не начислили, а налоговая, наоборот, почему мы не доначислили, у них противоположная, как бы, почему? Потому что с любого недоначисления мы не уплатили проценты, как бы, мы здесь клиент для них. Поэтому мы должны взять все пени, штрафы, расходы по исполнительной надписи, по аукциону, еще какие-то другие расходы, и еще за это время набежит, раз уже такой клиент попался, коммунальные платежи, еще неизвестно что, чтобы мы могли полностью рассчитаться с кредитом. И если мы будем реализовывать эту квартиру, а там в праве собственности несовершеннолетние дети, то взрослый, как бы, дееспособный человек, он знал, на что он идет. А при чем здесь ребенок? Ни один суд нам не даст выселить этого ребенка. Вот. В крайнем случае, если мы будем находить какой-то вариант, чтобы находить какую-то однокомнатную квартиру, или какую-то другую, но разница сегодня между однокомнатной и двухкомнатной, при тех затратах, которые мы должны будем погасить, вы понимаете, что будут, ну, это невозможно. И то же самое касается пенсионеров. Алла, вот. И именно поэтому причина, что мы не берем квартиры в залог, где прописаны или тем более в праве собственности несовершеннолетние дети. Наташа, я вас... Девочки, у меня Наташа звонит от ОРН, а я в актовом зале на санитаре. Да, она на мобильной мне звонит и не отвечает. Да, так можно сюда перезвонить. Вот. И в таком случае, если дети прописаны, или пенсионеры, ну, совсем там, пенсионного возраста, то есть если есть способный человек, который живее, как бы, и активнее нас, есть такие, вы знаете, люди и 60 лет, и 65 лет, которые активную предпринимательскую деятельность ведут, то это вопрос, ну, спорный, ну, обсуждаемый. Если там совсем старенькая бабушка, знаете, вот это, я эти случаи имею в виду. И еще, если ребенка или этой бабушки нету правоустанавливающих документов, а они просто там прописаны, то эти вопросы обсуждаемые. Что возможно сделать? Если родители нормальные, ну, бывают случаи, да, с насовизмом, что это бизнесмены какие-то там, или предприниматели, что они хотят заложить свою квартиру, которая там шикарная, стоит из 25 комнат, но там есть дети именно прописаны, но не в праве собственности, потому что право собственности нотариусным может сделать, не так мы, как нотариусы. А если там дети прописаны, но у них есть какая-то квартира у бабушек-дедушек, у тетей-дядь, у кого угодно, или еще какая-то, то они могут на это время прописать детей туда, а выписать детей из одной квартиры и прописать в другую, если не право собственности, это не проблема. И это очень быстро сделается. То тогда мы можем обсуждать этот вариант. Еще возможен вариант, когда владелец является лицом пенсионного возраста, то можно оформить дарственную, на непенсионного возраста владельца, второго, тоже квартира становится чистой автоматически, мы тоже можем оформлять залог. То есть такой тоже вариант можно предлагать клиенту. А для налог платится? Ну это же нотариально, конечно, платят. 5 процентов, по-моему, дарственная. А теперь смотрите, еще какой вариант. Могут, ну таких случаев мало, да, ну просто если у людей какая-то ситуация, то можно всегда найти выход. Еще такой случай, что кредит берете вы, а поручителя может быть, ваша жена или кто, то есть квартира не вам принадлежит, а кому-то, соседу, за вас может своей квартирой поручиться сосед, я или вы за меня. Если есть такой желающий, это не проблема. Нас не интересуют ни родственные связи, друзья приходят закладывать. Друзья закладывают. То есть, ну вы, чтобы вы понимали, что прямая, кредит может брать один человек, а закладывать недвижимость может другой человек, если он ему доверяет. Несколько других людей могут закладывать, родственники могут закладывать. То есть, по правоустанавливающим документам, квартира может принадлежать как одному человеку, так и нескольким другим людям. То есть, членам его семьи. Поэтому договор залога заключает все члены его семьи. Дальше, следующий документ, это паспорта всех владельцев. Поэтому и говорится, что если владельцев несколько, требуют все паспорта. Часто ко мне приходят директора отделений и говорят, что квартира принадлежит одному человеку. В итоге выясняется, что лицевой счет только на одном человеке, а квартира принадлежит еще трем людям. То есть, такое тоже бывает. То есть, если приватизирована? Если приватизирована квартира. А лицевой счет тогда? Ну, это лицевой счет, это в ЖЭКе ведется. Кто единственный, как бы, платильщик на ком книжки. А, понятно. А как можно сразу это делать? Правоустанавливающие документы. Ну, значит, если закладывают несколько других людей, если где-то берет абсолютно другой человек, нужен паспорт нашего будущего потенциального заемщика. Мы просим идентификационный ход заемщика, справка из психоневрологического диспансера о том, что наш потенциальный заемщик не состоит на учете, и справку с места работы. Если у человека, если человек занимает должность директора, у него в справке написано 120 гривен, это не значит, что он столько получает. То есть, если они говорят, что 120 гривен они, ну, как им напишут в справке, то лучше просить, чтобы они эту цифру не указывали. Потому что реально человеку видно, что он получает намного больше. Если человек, субъект предпринимательской деятельности, они могут предоставить налоговую декларацию доходную, или... А доходы? А доходы, да, декларацию доходов. И мы просим, чтобы они приносили свидетельство о предпринимательской деятельности. Копию свидетельства? Ну, они приносят оригинал, а мы делаем ксерокопию. Чтобы люди не тратились еще. Да, еще смотрите, какой у нас идет расчет. Вы всегда по любому кредиту, даже по такому элементарному, такие кредиты выдаются до года. Но вы всегда должны спрашивать, для чего вам нужны эти деньги. Если ему, этому человеку, эти деньги нужны, чтобы поехать, отзыв, там, на Канадские острова, он закладывает квартиру, сам весь день не работает, находится сегодня на содержании, а завтра неизвестно на чем, то мы, это как бы не, ну, это не повод для выдачи кредита. Если приходит даже бабушка, там, и говорит, что у меня квартира, там, большая комнатная, мне не хватает денег, ну, жить, там, я хочу внукам еще помогать. Мне такая большая квартира не нужна, я хочу сделать косметический ремонт, мне надо, там, полторы-две тысячи поменять умывальник, покрасить полы, там, ну, я образно говорю, или подцепливать полы, или вскрыть платом, покрасить стены, и у меня эту квартиру хотят снимать, там, двое студентов, или двое каких-то, там, предпринимателей, или семья, там, за 200 долларов в месяц, и я вам подошу кредит в течение, я за месяц сделаю этот ремонт, я там уже, это уже какой-то бизнес-план, это, как бы, мини-бизнес-план, согласитесь, и есть, как бы, с чего. И даже всегда эту квартиру, ну, можно продать, чтобы этого чьего-то не оставить на улице, ему ознакомят, ну, там, купить, да, то есть, всегда вы должны узнавать цель кредита, и возможные источники его погашения. Например, там, цель кредита какая-то есть, действительно, там, святая, там, сделать закупку товара в Малайзии, в коже крокодилов. А вы спросите, хорошо, это цель кредита, а с чего мы будем, ну, гасить этот кредит, с чего вы будете гасить кредит? Если он скажет, что я, здесь у меня будет швейный цех, который будет сумки шить из крокодиловой кожи, я их буду продавать на базаре, Малодочек, вы меня не слушаете, да? С какого времени, да? С души выкупатель не слушает. Вот, и будет продаваться и с этого платится и сумма кредита, и сумма процентов, то это бизнес-плат. Да. Ну, так я могу что угодно сказать, он должен, как бы, подтвердить, что он поедет в Малайзию, купит эти шкуры, да, ну, смотря на то, что этот человек скажет, да, на слово я должен поверить, а может, нет, ну, вы можете задать ему провокационные какие-то вопросы, не то, чтобы это было видно, что это провокационные вопросы, но вы можете развить эту тему, вы можете спросить, а вы... На комментах никаких от него не требуется, то, что он сказал на слово, тому и... А у нас закреплено, но он сам не мечтает, да, но дело в том, что, смотрите, смотрите, что может быть, вы можете спросить, делали ли вы это раньше, Может, он этим занимается уже всю жизнь. Или, может, этим занимается его сосед. Или это может быть себе... Вот в зависимости от того, что вам клиент скажет, как вы воспримете информацию, как он вам будет, а как вы думаете. Сказать можно все, что угодно. Мало того, если у человека своя фирма, он может и написать вам все, что угодно. И командировку еще выписать, и принести вам. Вы для того и находитесь, и мы для того находимся. Находимся здесь, чтобы это уточнять. И даже если маленькая сумма кредита... Вот я позавчера встречалась с клиентом, сумма кредита которого составляет полторы тысячи долларов. Это совсем маленькая сумма, нормальный залог, но я должна была уточнить, убедиться. Потому что мы бы могли отказать этому клиенту, но мы не хотим никому отказывать. Потому что люди обратились, люди прочитали рекламу, люди знают о нашем банке. Это тоже наш уважаемый клиент. И поэтому я встречаюсь и спрашиваю, а как, а что, а если вот у вас не получится, как вы будете поступать. Вот таким образом. Я хотел спросить по поводу несовершеннолетних и прописанных. Прописанных, насколько я знаю, в 16 лет, по-моему. Или как он бы дети прописан. Несовершеннолетний ребенок может быть прописан по месту жительства матери в любом роде несовершеннолетних. И справка из ЖЭКа в зависимости от того, кто прописан может быть. Ну, то есть вы не совсем правильно знаете. То есть это в паспорте просто ставят? В паспорте, да. Просто у ребенка негде это ставить до получения паспорта. Марина, какие еще моменты? А еще вопрос. Как определяется заход из ПД? Или просто администрация, что он есть? Декларация. Ну как, декларация могу. Нет, подождите. Вот я сейчас не дошла еще до того, как мы определяем. В целом, мы должны, в целом, в идеале, нам лучше, если с первого, или второго, или пятого, или шестого месяца клиент будет уже гостить в судную задолженность. Но, то есть процент он платит с первого месяца, а как он будет гостить в судную задолженность. И в зависимости от его бизнес-плана, может у него какой-то бизнес связан с закупкой бананов, или апельсинов, или там наоборот каких-то летних продуктов. Ну, я не знаю, я просто вот фантазирую, но в зависимости от того, как он, вы должны поинтересоваться, как он планирует гасить кредит, частями, или всю сумму полностью. Если всю сумму полностью, то где он ее через год возьмет, такую сумму? Ну, это будет исходить из вашего с ним предыдущего разговора, из каждого конкретного клиента. Ну, в принципе, вы должны рассчитывать так, чтобы вот по этой программе, чтобы совокупный семейный доход, чтобы были как бы ежемесячные выплаты, не более чем 70%, это основная сумма, и проценты от совокупного семейного дохода. Это как на вскидку. Если вы верите, что человек там сидит в дорогих часах, в дорогом костюме, приехал там на Сафране, на каком-то Мерседесе, и вам говорят, что он получает тысячу даже долларов в метр, то есть это как бы прилично для ваших доходов, да? Ну, для вашего, ну, вы понимаете, что он там минимум три имеет, да? То есть вы можете, это только положительный фактор. Марина, какие еще такие моменты? Часто клиенты приходят с дубликатами, мы с дубликатами вообще не работаем. Да, вот такой момент, часто клиенты, ну, не так это часто происходит, но происходит, когда клиенты приносят вместо оригиналов, правоустанавливающих документов, дубликаты. Ну, они их потеряли и восстанавливают, но это не оригинал, а дубликат, это не копия. Копия – это копия, а это дубликат. В правом верхнем углу пишется дубликат, чайными буквами, либо красными чернилами пишут. Да, чем отличается копия от дубликата, надо кому-то рассказать. Нет, просто иногда, я же говорю, даже директора отделения звонят, говорят, мне принесли дубликат, а там обычная копия ксероксная. Дубликат – это вместо подписи сейч-штампик, пиппус, то есть там нет реально подписи. Копия – это когда есть оригинал вот этого документа, а это самое, оригинал этого документа. Я вам его отсерила, нотариально или не нотариально заверила и принесла, это копия. Но где-то есть оригинал, или у хозяина, или в приемной, да. Если мы сейчас это потеряем, а это кому-то нужно для отчетности, то нам придется завтра это все восстановить. И мы сделаем повтор такого же. Если это не такой принципиальный и жизненно важный документ, мы не будем писать, что это дубликат, и начальство об этом даже не узнает. Ну как бы, да? А если это паспорт, ну паспорт восстанавливается, как бы паспорт. А вот именно те документы, которые вы даете от свидетельства о рождении, восстановить нельзя. Вам могут выдать только дубликат. Правоустанавливающие документы на квартиру тоже восстановить не могут, могут выдать только дубликат. И почему еще дают дубликат и пишут дубликат? Потому что есть опасность, что вы оригинал, или у вас украли, ну, чтобы воспользоваться каким-то там, ну, способом не совсем честно. Или вы специально при, ну, скрыли этот факт, то есть вы специально хотите предоставить дубликат, ну, получить дубликат, чтобы совершить какую-то сделку. Чтобы где-то, вот, по дубликату можно в банке заложить квартиру, а по оригиналу ее можно попытаться в это время продать. Понимаете? В принципе, когда нотариус, другие банки работают с дубликатами. Но у нас был один прецедент много лет назад, мы тогда еще никто из нас в банке не работал. Но мы после этого с дубликатами не работаем. А с копиями на первой серии они работали? Нет, смотрите, мы работаем, ну, смотрите, как, а зачем копия? У нас должен быть оригинал документа. Копия, а где тогда оригинал? На момент действия кредита у нас оригинал должен храниться в кредитном деле. Понимаете? Клиент может принести вначале все копии, а на нотариальное оформление принести оригинал. До этого клиент может... Олег, Олег, вы мне все время мешаете. Если вам нечего говорить, вы можете потом прийти, ну, что-то объявить. Да, вы... да. Это самое... Клиент может с первого дня вам прийти все время копии, его в головной банк можете привозить копию. Мы начинаем выдачу кредита, ну, подготовку документов по копии. Но на момент сделки нотариусу и уже нашим юристам на окончательное, то самое, должен быть оригинал. Что еще вопрос? Да. А вот насчет того, что в совокупной семейный доход должен быть не больше 70% в роте на сфере? Нет. А, в рейкл, то есть не больше 70% в роте на сфере. Да. То как это проверяется? Вот то, что там клиент в роте напишет, что у меня там доход 2000 гривен. У жены моей 3000 гривен, в сумме 5000 гривен, но где-то отсюда написано. Да. Это проверяется не столько прямо, а как косвенно, потому что с работы вы можете принести... Ну, этот человек может принести справку, что он получает 300 гривен, да? Но у этого человека есть в собственности такая квартира, и вы в этой квартире побываете, и увидите обстановку в этой квартире, мебель. Вы увидите машину, вы увидите машину у этого человека, например, что у него есть в собственности торговая точка, или склад, где он хранит товар, или у него есть подтверждение, что у него есть торгуют там обуви на пике базара Киева, и вы можете проехать, посмотреть хотя бы на один его, или это торговая точка там, или какое-то другое подтверждение, какие-то квитанции, например, что он что-то сдаёт на реализацию, вот, или он работает, он хозяин юридической фирмы, и у него справка 300 гривен, но на самом деле это юридическая компания, где одна консультация стоит 100 долларов, и так далее. Понятно, но вопрос в том, что клиент же сначала запишет то, что у него доход определенный, а потом я буду смотреть квартиру, машину. Да, а вы должны всё. Хорошо, но я вот на месте же могу все посчитать. Вах-вах, получилось, что у него сумма выплат будет больше. Вы ничего сразу не считаете. А он говорит, какой, нет, давайте запишем не две тысячи, две с половиной. Смотрите, вы не фантазируете сейчас, а нужно сделать так. Нужно сначала собрать все документы, потому что если клиент хочет 10 тысяч долларов, а вы ещё не можете сказать, сколько дадут наши оценщики, вы потом можете позвонить этому клиенту и сказать, что мы вам можем дать не 10 тысяч долларов, а всего 6 тысяч долларов, понимаете? Вы сначала принимаете те документы, которые есть, и сразу вам никто ни душу, ни документы, ни душу не откроет, ни документы все не покажет. Это потом вам нужно войти в доверие и так далее, и так далее. Почему сейчас они в гражданском браке, вот у какого-то отделения, потому что при смерти отец, это уже рассказывают, когда вам доверяют. А вначале это вы никак не проверите. Да, точно. Планование воздозрило БТИ. Значит, с такими квартирами работать нельзя, такие сделки нотариально не оформляются. Именно такая фраза, когда написано. А где справка характерная? Без ДОЗВ, переплановление, без ДОЗВ, в БТИ. Родители могут вначале купить эту квартиру, а потом заложить на квартиру. Можно одновременно провести эту квартиру? Да. Вот у меня просто такой прием. Но вы разговариваете как можно погромче, если вы разговариваете. Да. Станьте и задайте вопрос. Отверните свой столик, ставьте птичку, и ставьте, задайте вопрос, чтобы все ваши коллеги слышали. Марина. Если мы берем залог в квартиру, там прописан ребенок несовершеннолетний, но опекунский совет согласен ему купить квартиру. Как опекунский совет может быть согласен купить квартиру? Родители находят квартиру? Да, родители находят квартиру, опекунский совет согласен подписать на покупку квартиры ребенку. А для чего ему тогда деньги? Для того, чтобы квартиру эту купить? Ну, им нужны деньги, например, на развитие своего предпринимательства. Получается, реально, получается, деньги нужны на покупку квартиры для ребенка. Ну, часть на покупку квартиры, а часть там, например, вложить, да, в оборотные средства какие-то свои, потому что они там чем-то занимают. Смотрите, смотрите, если квартира стоит 24 тысячи, им дают 12 тысяч, ребенку они покупают одну двухкомнатную квартиру за 10 тысяч. Сколько им будет на развитие бизнеса? Тысяча у них идет на оформление нотариальное, на уплату госпошли, на расчеты с нотариусами, на оформление в банке. То есть для чего им тогда в кредит? Вы не задали не до конца мне вопрос. Да, я не задам задам. Скажите. Возможно ли такое, ну, а может быть и четырехкомнатная квартира, которая стоит 50 тысяч, да, и они хотят ребенку купить за 10 тысяч одну комнатную квартиру? Почему не может быть такой вариант? Может ли такое, чтобы этот опекунский совет, то есть этот договор купли-продажи квартиры ребенку, состоялся одновременно со сделкой нашего подписания договора залога здесь в банке с нашим нотариусом? Смотрите, сейчас я вам объясню одну вещь. Опекунский совет, то есть вы зашли как бы в ту область, но как бы это свойственно всем, кто еще не имеет практики. Вы зашли в ту область, опекунский совет, без опекунского совета мы не можем, опекунский совет не приедет нам в банк. Сделка может в банк, любая состоялась, но опекунский совет в банк не приедет. Для того, чтобы мы назначили сделку, у нас должно быть уже разрешение опекунского совета. Каждый случай, в принципе, рассматриваем, каждый случай. Но то, что вы сказали, это несопоставимые вещи. Опекунский совет в банк не приедет одновременно на сделку. Это при райисполкоме, там специальный совет, он заседает раз в три месяца, и на него надо записываться и так далее. Поэтому опекунский совет это как бы не сегодняшний, вот когда вы выдадите несколько кредитов, это мы с вами поговорим о опекунском совете. Несколько кредитов, где будет опекунский совет, не просто несколько. Поэтому это как бы не тема нашего сегодняшнего, у нас общие данные, годные и какие-то объяснения, чтобы вы понимали, почему банк смотрит так или иначе на эту проблему. Там просто должна быть договор общий. Марина, мы потом, да, в принципе, по стандартному кредитованию, набор, обязательно нужен от клиента паспорт, идентификационный код. Клиент должен обязательно быть гражданин, резидентом Украины, потому что нерезидентом... Гражданин, идентификационного кода он, во-первых, не имеет, и мы не сможем оформить кредиты. Но вопрос не в этом, нерезидентом Украины мы кредиты выдавать не можем. Так? Поэтому, другое дело, что у нас бывают такие случаи, что залог принадлежит нерезиденту, и он хочет взять на свои цели кредит и заложить свое имущество. Это возможно. Договор залога нерезидент может подписать, будучи собственником квартиры или машины или еще чего-то. Поэтому вы должны предложить этому человеку, чтобы он или водителя, или брата, или сестру, или маму, или жену, какое-то доверенное лицо, чтобы это доверенное лицо оформило на себя кредит. Залог оформит этот нерезидент, и он им будет пользоваться. Но, естественно, это должно быть доверенное лицо, потому что так можно взять кредит и уйти с консанта. В принципе, по этому вопросу все. Какие у вас есть вопросы по вот этому виду кредитования? На сегодняшнем этапе вопросов у вас будет очень много. Какие у нас на сегодня стандартные процентные ставки, и с какой суммой начинается скидка, которую вы... У нас есть график стандартный, он по всем филиалам, отделениям есть, по валюте, по гривне, для физических, для юридических лиц. Он очень большой, там до 10 тысяч 17 процентов, до 50 тысяч 16, до 100 тысяч 15,5 и так далее пошло вниз. И еще какая? Между кредитом и кредитной линией... То есть кредит это когда человек взял кредит сегодня, через год он его погасил, или через месяц он его погасил. Одновременно одной суммой взял, а этой же суммой и погасил. Кредитная линия, это если человек открыл кредитную линию на 10 тысяч долларов, сегодня он взял тысячу, через месяц он взял полторы тысячи, через две недели после этого он взял пять тысяч, потом ему три тысячи принесли, он пришел погасил. То есть и он платит проценты только за реально использованные деньги, по кредитным линиям процентная ставка на полтора процента больше. По кредитным линиям штрафные санкции, какие там, если человек допустим не полностью выбирает кредитную линию... Там никаких нет штрафных санкций, для этого вам нужно взять, просто прочитать кредитные наши договоры. У нас нету таких... Ну просто вот есть вариант, допустим, надо, скорее всего, для юрлиц, вот если они уже ставят кредитная линия, и если они не в полном размере ее, как бы, берут, то это остается у нас за санкций. У нас такого нету. У нас нету таких штрафных санкций. Единственное, что если клиенту есть затраты по выдаче кредита, и нотариальные заверения, и это все стоит денег. Если клиент хочет открыть кредитную линию на 100 тысяч, а из-за процентной ставки, а взять на самом деле только 50 тысяч, то столько, сколько он заплатит при оформлении, ему выгоднее было взять 50 тысяч и никому не морочить было. Да. Кредитная линия, например, мы взяли 10 тысяч, и мы в течение года можем брать, покасать, пользу создавать. То есть мы покасили, но опять можем взять. Да, да, какие еще вопросы? Какие-то комиссионные за каждую проплату берутся, или только процентная ставка? То есть процентная ставка, да. А вот если кредит еще выдается, например, ну не в Киеве, я там скажу, про Воры, Эльпейн, вот так вот. После того, как выдается кредит, кто-то из банка должен поехать в прописи, и все, вклад. Нет, это мы сейчас не говорим об этой программе, подождите. Это мы сейчас поговорим о стандартном, там, нигде никто ничего не оправляет, все оправляет клиент. И пока клиент не принесет все это... Так, у вас вопрос. А если физлицо берет кредит, он может поручиться юрлицо? Может поручиться кто угодно, и юрлицо тоже. То есть это документы все финансовые вставки? Тогда это, если, да, физлицо берет кредит, и за него хочет поручиться его фирма, то мы проверяем физлицо, как физлицо, поручителя мы проверяем, как фирму, безопасно сделает заключение, и точно так же выдаем кредит, подписываем договоры залога. Вы говорили, что уплата процентов идет сразу с первого месяца, да? Мы с клиентом оговорим, когда он должен начать уплату самого кредита, или он... Это все оговорено в кредитном договоре. Надо, возьмите, почитайте, где эти договоры. Да. Только что вы говорили, что кредит берется, а потом погашается. Детим вся сумма, а по кредитам, как каждый месяц. Проценты, проценты, проценты. Какие еще вопросы? Вы поняли ответ на ваш вопрос? Погашается только проценты? Нет. Кредит управляется на один год. Вы, смотрите, вы услышали кусок из одного разговора, как бы предмет разговора там один, а потом другой, и вы перепутали. Проценты гасятся ежемесячно. А сумма, как мы говорим с самого начала? Или это будет равными частями, или это будет по квартально, или это будет в конце месяца, или в конце срока, или как вы захватите, как мы говорим с самого... Но проценты гасятся ежемесячно. Еще такие вопросы. А в таком случае процентная ставка будет изменяться? То ли в конце месяца, то ли... В каком случае? Ну вот, например, вы сказали, можно общую сумму кредита погашать в конце срока. А можно, например, равными частями... А мы это говорим в начале, это будет кредит или кредитная линия. И в таком случае, если это кредит, это одна процентная ставка, если это кредитная линия, то на полтора процента в общей сложности больше. Чтобы банк мог компенсировать всю эту бумажную работу и волокиту, которая связана с этим кредитом. Есть еще вопросы? Если человек единоразовый отбирает сумму, то это просто кредит. Ну да. Тогда никакие больше. Ну если это просто кредит, тогда никакие больше, конечно. Да. Какой мог бы... В случае, если заемщик... Громко, подавайте вопрос, чтобы слышали ваши коллеги, потому что они через 2 минуты опять в таком же... В случае, если заемщик во время пользования кредита вписывает туда ребенка, вопреки тому, что он пишет обязательства... У нас в кредитном оговоре оговорено, что в период действия кредитного договора заемщик обязуется никого не вписывать. Мало того, у нас находятся право устанавливающие документы, которые мешают осуществлять какие-либо действия. В принципе... Так он не сможет это сделать и решить? В принципе, может быть, он может за какие-то деньги, за какую-то коробку пакет, если где-то кто-то собирается на ПМЖ выезжать через недельку. А пока работает в ЖЭКе, в принципе, может какую-то запись сделать. Но, во-первых, вы как заемщик несете за это ответственность, и это оговорено в кредитном договоре. Если потом мы с вами, не дай бог, встретимся в суде, то как бы это мошенничество здесь, это уже статья, знаете, это уже не гражданские правовые отношения. Это завета мошенничества называется, с финансовыми ресурсами, причем в особо крупных размерах, потому что вы посягаете деньги банка. А банк это финансовое учреждение, которое привлекает деньги других граждан. Это во-первых. Во-вторых, и вот именно то, что мы отбираем право устанавливающие документы, но не в плохом смысле, я имею в виду, отбираем силой, там, тратой силой, а просто просим у нас медиа. Это тоже как одно из звеньев, из трудностей для клиента осуществлять какие-либо действия. Какие еще вопросы? Таким образом, кредент уплачивает затраты по кредитам. Я бы хотел поподробнее о фильме на затратах по кредитам остановиться. Как вот мы клиенту расскажем, какие-то затраты, насколько я знаю, мы не должны показывать тарифы, там расписано, где там какие, куда затраты. Нет, не так это. Марин, расскажи, пожалуйста, и распиши то, что ты помнишь, мать. Во-первых, все затраты у нас расписаны, и когда клиент приходит, мы ему показываем. То есть мы ему показываем, без проблем. Даем на руки, даже даем на руки, там у нас есть список, да, в котором есть перечень документов и есть перечень расходов. Перечень расходов состоит, там, таблица из двух частей, в которой вначале указываются расходы, вернее, название расходов, потом сумма расходов. Первое, это осмотр объекта. Оценка, скажем. Да, за оценку залога. Оценка залога. Зависит от суммы кредита. И у нас есть расписана таблица, что это? Ну, 10 тысяч. Не, не надо, не надо, Марина, это же таблица сейчас не круто. Не, скажи, у нас оценка, за оценку имущества, дальше, вторая, что ли. Анкета. За анкету, там, по-моему, 20... Это 60 долларов у нас, по нашей программе. Да, ну это в гривнах все проплатано. Страховка. Страховка, это имущество, это страховая компания, которая... Зарод страхования. Да, но это не имеет значения, вы говорите, что страховая компания, любой объект залога должен быть застрахован. Об этом говорится в законе о залоге. В законе о залоге и от пожара страхуется. Тоже зависит от суммы кредита. Ребята, вы не поднимайте пока руки, пока она там пишется, да? Пластиковая карточка. Да, кредит выдается через пластиковую карточку. Ее себестоимость, там, сколько это там, 15... За 15 долларов, как бы. Да, да, да. И нотариальные услуги. Да, и нотариальные услуги зависят от суммы кредита и так далее. Там услуги нотариуса 80 гривен, бланки стоят гривен. А мы уже забыли про кластиковую карточку и сказали, что услуги нотариуса стоят зависимости, там, бланки, еще что-то. Это очень важно, вы потом будете звонить, а Марина вам не расскажет специально, потому что будет много других клиентов, и она не сможет вам уделить внимание. Ну, сразу скажите, клиент по частям не платит, а общая сумма перед кредитом не по-другому. Клиент чаще всего по нашей программе приходит, у него просто денег с собой нет. Он говорит, можно взять кредит, а потом рассчитаться со всем. Да, смотрите, все эти услуги, включая и осмотр недвижимости, будут оплачены только в том случае, если он получит кредит. Если вы поехали, посмотрели квартиру, но мы по какой-то причине потом не выдали кредит, или поехал наш оценщик, то вы можете заверить, и вам не будет неудобно, и вы можете заверить клиента, что если мы ему не дадим кредит, то он никаких, не за проверку анкеты. Хотя мы уже для быстроты запрашиваем органы и так далее, об этом человеке, то есть мы несем определенные характеристики, но за этого человека мы ничего не берем, если мы не выдаем кредит по нашей программе. Вот залога. А вот какой доцентрик квартиры, вот, допустим, если я сам по этому посмотрел, как я могу ее оценить, или мне нужно обязательно связать с оценщицей? А послушайте, вы ее оценить не можете, действительно, вы ее должны точно описать, есть лист, а где документы, которые я послала? Меня не вернула, вот, знаешь, да? Какой тебе? Меня его из формы отрели. А все посмотрели этот документ? А где справа вы зрели? Он же и дали. Вот они и дали. Он же и дали. Вот они и дали. Вот автошмотра, быстренько, а вот с фотографиями, давайте быстренько смотрите. Давайте. Фотографии делаю я. Фотографии делаете вы, у нас много фотоаппаратов, вы советуете, съедете, снимаете, заполняете, вы быстренько просматриваете и все. Фотографии делаете, но на том случае, если объект не стандартный. Перестаньте устраивать базар, я вообще ничего не слышу, кто же там говорит. Порядка как такового нет, что снимать, куда смотреть. То есть можно, чтобы они... Но я вам скажу, что в принципе, порядка нет. Вы можете прийти в квартиру, выйти на балкон и снимать их. Значит, этот офис находится на первом этаже здания, большого здания Новоровского. Офис находится на шестом этаже. Что вход все, в общем, разные, нету хозяина лифта, шахты. То есть никто там не сможет перекрыть кислород. Это автономный вход. Считайте, что это автономный вход. Так же, как в вашем парадном. У вас автономный вход. Никто не имеет права вам заблокировать доступ в вашей квартире. Да? На каком бы вы этаже не жили, в каком бы вы дальней или ближней квартире не жили. Ну, если не какие-то чрезвычайные обстоятельства. Значит, здесь автономный вход. Красивое здание, где находятся офисы известных банков и фирм. Наша, значит, офис нашего заемщика находится на шестом этаже. Просматривается площадь Победы, цирк и вообще полгорода Киева. Вот. Теперь дальше. В офисе сделан евроремонт. Вы должны показать, если вы хотите выдать кредит, вы должны кто-то сфотографировать, так? Чтобы идти выдали. Да. Чтобы красиво сделать евроремонт высокого. Это тоже евроремонт. Но вот это потолок высокого класса евроремонт. А это среднего класса. Это подвесное. Нет, это тоже подвесное. Это тоже подвесное. А? Да. Да, ну правильно. И это подвесное подвесное подвесное. Но это гипсокартон с отставными лампочками. Вот это высокого класса евроремонт. Это среднего класса евроремонт. Значит, вы должны заснять фрагмент потолка. Вы должны заснять фрагмент пола. Столярку, стеклопакеты, кондиционеры, колонны в квартире, бронированную дверь. Какие-то приспособления, какими-то уровнями сделан, если это квартира, там, например, там, уровни. Вот это вот уровень вы сделаете. Видите? Ну как бы. Вот. Вот я доказываю, как я ездила, смотрела. Сделан евроремонт. Это кабинет директора. Хорошая мебель. Значит, красивый дизайн. Подвесные потолки. И так далее. И вот, значит, это, значит, в кабинете директора. Вот это холл. В холле то-то-то сделано. Вот это сам узел. Это комната отдыха. Встроенные какие-то полочки. Вот такие вот. Ну, то есть, все красиво, с любовью, надолго, навсегда. Это офисы сотрудников. Они попроще. Мебель тоже попроще. Ну, все работающее. Все там. Вот такого плана вы должны все рассказывать. И как вы это преподнесете, так вы с ним и сам узел. Обязательно сантехника. Если это частный дом, вы должны обязательно снять то место, где все коммуникации сходятся. Все трубы, обогрев, электроэлектричество. Понимаете? Есть ли оно там вообще? Счетчик. Да. Вот потому что вы говорите, снимаем, фотографируем евроремонт, санузел, там все так хорошо в офисе. А на самом-то деле, в принципе, отшеночная стоимость. Мы же берем, как бы, будем смотреть не с евроремонтом ее оценивать, а намного ниже. Это же понятно, потому что тут же санузел можно вынести. Те же столы можно повыносить. Сегодня уже не очень далеко. Сегодня уже не очень далеко санузел можно вынести. Мебель мы не берем. Смотрите, мебель мы не берем. Ну, что мы делаем? А посмотрите, когда мы будем выдавать ваш кредит, мы обязательно нам дадим сумму поменьше. Если я хочу выдать сумму побольше, я сфотографирую все, я докажу, что это за клиент, что это клиент не такого уровня, который будет что-то снимать, во-первых. Во-вторых, если у него случатся проблемы, произойдут с его бизнесом, то он будет лучше заинтересован продать этот офис. Да, погасить кредит и еще себе получить какую-то маржу, чем отдавать мне и снимать доски, потолки и так далее. Это во-вторых. Во-вторых, подождите, во-вторых, это возможно сделать. Возможно. И делаем так сейчас. Это сейчас не предмет нашего разговора. Это не предмет нашего разговора. Мы говорим о нормальных действующих кредитах. А мониторинг заложенных объектов будет производить банки? В каком смысле? Что вы имеете в виду? То есть переоценка, если это необходимо, ежемесячный, или хотя бы лишь квартальный осмотр, в каком состоянии. Вы будете происходить по своим кредитам. Лично вы по вашим кредитам будете происходить. Конечно. Только я не думаю, что вам нужно будет раз в месяц сходить, опять же, если это не девушка, которая вас подавится, к людям домой. А чем вам не нравится товар в обруте? Это мой любимый вид залога. Нет, только мы не выдаем. Мы не даем ее. Иногда выдаем. А что же это за товар? Ну, мы сейчас о физических лицах говорим. Теперь смотрите, что еще. Ремонт. На самом деле ремонт стоит больших денег. И давай человеку за метр квадратный совершенно разрушенной квартиры, ну не разрушенной, но без ремонта. И с евроремонтом, и с расчета того, что мы за евроремонт ничего не даем, было бы негуманно, мягко говоря, по отношению к клиенту. Поэтому мы оцениваем все, и в том числе евроремонт, и в том числе не евроремонт, или вообще отсутствие ремонта, мы тоже это рассматриваем. Поэтому вы должны, если вы хотите этот кредит выдать, вы должны доказать, что его можно выдать. Вы должны видеть, какие батареи обязательно сфотографировать. Вот я сейчас посмотрела, фрагмент там, стены, потолка, санузла, вот в таком плане, чтобы вы могли как бы доказать, вот что я видел, и вот что есть. Так, теперь, мы даже иногда можем брать, если клиент хочет там какую-то сумму, например, клиент хочет 50 тысяч долларов. Ну, вот 35 даем, и все. Ну, еще можем натянуть, ну, 38, так бы, по своим нормативам, да? Ну, а клиенту вот надо 50 для закупки, потому что он или закупает партию чего-то, он не может часть закупить. Вот, мы можем взять и мебель в залог. Мы ее всю опишем, клиент подпишет, и напишет, что я обязуюсь, эту мебель, мы тоже на нее оформим залог, только не нотариальный. Вот, и клиент напишет, что эта мебель тоже в залоге, и у нас есть такие прецеденты. Значит, смотрите, если мы, если какие-то есть принципиальные вопросы, а не просто дискуссия, у нас еще целый вопрос долгосрочное аккредитование. Ну, по стратам можно таком? Клиент может выплатить затраты из суммы кредита? И на насельном прохладе? Может, конечно, может, во время выдачи кредита. По нашему обменному курсу меня инвалидируют. Да, и еще, вы можете сразу сказать клиенту, с одной стороны, это не предмет для разговора сейчас, с другой стороны, клиент к вам может прийти и сказать, я продаю квартиру, но я хочу там 50 тысяч долларов за нее. Мне сегодня дают, вот, 40, вот очередь стоит, а я вот, ну, ни в какую, вот 50, ну, в крайнем случае 49. Могу ли я сейчас, а, ну, мне сейчас нужно там за что-то проплатить 20 тысяч. Могу ли я у вас сейчас оформить квартиру в залог, а квартира выставлена в нескольких агенциях, и пусть она пока продается. Да, вы говорите, конечно, можете. Квартира будет находиться в залоге, когда подойдет момент продажи, когда он найдет нормального покупателя на свои 50 тысяч. Все вместе, готовится пакет документов, сделка оформляется в банке, одновременно гасится кредит, и одновременно оформляется договор купли-продажи, и для всех это безвесковая операция. И это происходит в банке, поэтому для клиента мы не создаем проблем. Какие еще вопросы по этому? Ну, то есть я понимаю, что у вас вопросов очень много, и их будет, а, кстати, еще больше будет с каждым кредитом. Да. Ну, для начальной стадии, если этого достаточно, вот последние вопросы, мы переходим к вам. Хотите, мы можем говорить еще на эту тему и отдельно провести по долгосрочному кредитованию. Какой у нас временной фактор в идеальном случае, если клиент пришел в отделение и до конечного... Встаньте, задайте громко этот вопрос, чтобы все слышали. Какой временной фактор от того момента, когда клиент пришел в отделение и до дня получения кредита? Значит так, давайте сделаем так, это не совсем корректная постановка вопроса, только лишь по той причине, что если клиент будет чухаться и не брать справку БТИ и справку из ЖЭКа, то это может быть и два года, например. Давайте зададим вопрос так, при наличии всех документов со стороны клиента... Если там нет ни одной ошибки. Полторы не шло. Нет, 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 право, это не шло, действительно. Это не шло, право, смотрите, что может быть. У человека может быть куплен документ, куплена квартира 10 лет назад и всю жизнь будет справка БТИ. Но оказывается, этот человек живет в доме 2Б по улице Красноармейской. А у него в справке БТИ стоит 2. И он всю жизнь думает, что он живет, знаете, как у этого кто-то есть, и что вы едете в 13-й там трамвае, а я езду в 26-м. Это вы думаете, что вы едете в 13-й там трамвае, а я езду в 26-м. В номера, ошибки, в чем угодно. Может быть ошибка в фамилии, одна буква, у людей 10 лет, могут находиться документы, и они могут не знать, что в фамилии одна буква, ошибки, там, например, Никельчицкая, Никельчицкая, Пульчинская, ну, например, да. Да. И все. Если это не наши, эти ошибки бывают крайне редко. Еще ошибка была. В годе рождения. На одной странице 79-й год, на другой 80-й. Пожалуйста. И это нужно исправлять законным способом, через определенные органы, но это нужно прежде всего клиенту. То есть, если в документах правоустанавливающих и БТИ нет ни одной ошибки, это крайне редко бывают эти ошибки, но они бывают, вы знаете, что это может существовать, поэтому мы не можем говорить. Но если все нормально с документами, документы есть, теоретически мы кредит можем выдать за два дня. Теоретически. Заказать справку, сегодня карточку, и послезавтра выдать кредит. Вот. Нормальное течение кредита до недели. В понедельник вам обратили 10 дней. Неделя 10 дней. Клиент может обратиться, уже заполнить анкету, уже получить информацию. Мы уже начинаем работать, а он заказывает справку БТИ, справка БТИ задается 3 дня, 6 дней, да, 3-7 дней. 3-7 дней. То есть, человек знает, что ему уже пообещали справку БТИ на следующий понедельник, у нас уже все готово, копия правоустанавливающего документа, все, мы ждем. Он приезжает за справку БТИ, а уже сделка на время назначена. Вот так может быть. Лучше всего, конечно, в идеале, чтобы мы справку БТИ увидели, ее юристы все равно вычитывают. Там может буквы не хватать, цифры не хватать, запятая в метраже стоять не между теми цифрами, что значительно меняет ситуацию. Но просто, чтобы вы это знали. В любом случае, сначала надо, чтобы была справка БТИ, чтобы мы посмотрели юристы, а только потом назначать те оплаты, как вы говорите, чтобы со справкой приезжать никуда, непосредственно. Бывают такие случаи, если клиенту надо... Там ошибка будет, да, по закону БТИ. Почти неправда. Послушайте, если вы живете в расчете на закон подлости, то, конечно, в вашем случае обязательно заранее будет... У нас были случаи, когда сделка назначалась вечером, а выдавали мужу в обед следующего дня, под квартиру. В рамке характеристики еще на руках не было. Ну, помните, вы приводили нотариусу, она говорила, что выдавайте мне за день, чтобы я его проверил. Нет, ну это в идеальном случае, мы же не собираемся все работать по скорой помощи. Здесь же не женщина, у которой схватки начались, как бы, кредит это да. Поэтому, но если клиенту очень надо, то вы можете пошевелиться, и мы пошевелимся. В стандартном случае, это срок 10 дней, неделя 10 дней. Но при необходимости, важности клиента, важности вы хотите что-то... Мы имеем возможность выдавать за 2 дня. У вас вопрос. К моменту подписания договора, пластиковая карточка уже существует, или она изготавливается после подписания? Она существует. Ну, могут быть разные варианты. Он сразу получил деньги, и все. Могут быть разные варианты. А почему вы этот вопрос задали? Насколько он для вас принципиальный? Если об этом спросит меня, кто-то, как скоро он сможет получить деньги после подписания? Сразу. Сразу. Запрет накладывается на квартиру, сразу можно получать деньги. После подписания где-то через час. Такие последние же вопросы. Если вы... Клиент берет кредит в гривне, ему нужно будет консультацию в гривне. Эта консультация оплачивает клиент? На общем, сколько? Естественно. Он наличный получает валюту. Клиент может получить кредит в гривне, я не возражаю. Он не получает наличный, и идет консультация в гривне. Может, ему еще нужно потом вбарить мафию? Он чуть не может, а то, что они тоже в какие-то церкви подавите. Все. Такие предложения. Громко, задайте вопрос, чтобы слышали ваши коллеги. Суть такая, что выдавался кредит, и фактически пластиковая карточка за нее денежки платится, но фактически она в кармане директор носит, и дают в кассу, и получают гроши в кассе. Клиент, скажем, реально был, а мне карточку, что ли? Карточка – это механизм для выдачи кредита? Как мы объясняем, мы им объясняем так, что это выгоднее всего для клиента, потому что он рискует своей квартирой. Если, не дай бог, он потеряет пластиковую карточку, или кто-то считает его пин-код, то он рискует собственной квартирой за те деньги, которым пользуются другие люди. Можно так объяснять. На какого способа выдачи кредита, иностранные выручки, на какого-то способа выдачи кредита, потому что мы не можем задавать на калюю валюту. А сейчас вы еще открыли карточки, пластные карточки, мы выдаем? Это механизм, мы начисли в полном иностранстве. Мы не выдаем, значит так, мы не выдаем, вы должны знать такую формулировку для любых органов, для любых нацбанков и так далее. Мы не выдаем, и нигде у нас это не написано, валютные кредиты гражданам Украины. Потому что это запрещено законом Украины. А мы делаем что? У нас договор на обслуживание по кредитно-банковской платежной карточке. Мы пополняем кредитную банковскую платежную карточку. А если в гривне, то карточка нужна? Вот сейчас встаньте и громко задайте вопрос. Если надо кредит в гривне, пластиковая карточка, не отправляем? Нет, не отправляем. Зачем она нужна? И наличными в гривне ему даются? Да, конечно. Только дуждают ставки. Какие сроки? Ставка где-то 45-50%. Что, какие еще вопросы? Я предлагаю, я предлагаю назначить еще один секретарь, потому что мы еще не удалось. Смотрите, вопрос, который мы сейчас обсуждали, подождите. Вопрос, который мы сейчас обсуждали, раз в пять, как бы, проще, чем тот, который нам остался. Поэтому я считаю, да, или если не в десять. Тогда еще вопросы. Тогда мы можем еще задавать вопросы и закончить по стандартному кризисованию физических лиц. Да. А вот, допустим, я знаю, это одна личная вопрос. Да, вы встаньте громко, задайте, чтобы ваши коллеги слышали, чтобы они слышали. Есть дом частный, и физисово хотел бы взять кредит, но дом принадлежит не весь ему, вот этот дом, залогать, а половину. Знаете, что, когда у нас какие-то возникают проблемы, или мы в чем-то сомневаемся, это не потому, что мы не хотим выдать кредит, на самом деле мы хотим его еще выдать больше, чем тут. Вот. А вопрос в том, что мы всегда должны любой залог рассматривать с точки зрения реализации. Часть дома реализовать всегда сложнее, чем целый дом. И вот поэтому мы не работаем, это принципиальная позиция, ну, как бы, это наша практика показала уже, мы не работаем с частью дома. Какие еще вопросы? Есть хороший, можно, вот хороший принцип. Каждый залог надо рассматривать с точки зрения, хотели бы вы себе такое покупать. И все, хотели бы вы себе купить полдома, либо квартиру на первом этаже. Ну, а в каком смысле полдома? Вот я знаю, есть, допустим, концерт, где два хозяина. Вот половина, как бы, это одного, а половина, это другого. Ну, когда мы такой концерт, что видим, мы будем обсуждать. Давайте перейдем к следующему. Мы решили, что следующий вопрос очень простой, мы его вообще обсуждать не будем, мы обсуждаем только этот вопрос. По беременевым кредитам у нас довольно-таки высокая ставка. Да, 45-50%. Учитывая то, что понижается там, пониженная ставка и понижается. Да, но межбанк, стоимость ресурсов на межбанке какая сегодня была, кто знает? Да, она точно 22%. Какая сегодня стоимость ресурсов на межбанке, кто знает? Мобернатидал на полфа. Месяц 33%. Так это она сильно откатилась. И держится уже дней 10 на уровне... Хорошо, если будут накачиваться вниз, мы будем понижать дивизию? Нет. Если откачиваться вниз, мы будем понижать дивизию. Нет. Да, было же, да, чтобы... Право, чтобы общий дом, выдаётся клиенту вообще как-то, ну, для того, чтобы прописаться хотя бы в той квартире? Я его продюжу. Или он будет так, без прописки, или пока... А как вас... Михаил. Михаил, а какого мы сейчас вопросом? Кредиты, физические. Какие? Поцеловки. Поцеловки чего? Имущества, например, квартиры. Например, квартиры. А ещё же он до того, как к нам пришёл за эти три месяца, не прописался. Может, он специально под банком поэкспарк. Михаил, Михаил, прописываться надо по программе вот Людмилы. А мы по этой программе решили сегодня не разговаривать. Ваш вопрос. Есть вот такое предложение. Мы берём при подличном кредите, когда по карточке выдаётся валютный кредит, там дополнительно, по-моему, 15 долларов за то, что клиент пользуется 2 дня, лишних 2 дня карточкой, хотя реально, то есть, денег он не видит, но мы рассказываем клиенту, что вот 2 дня, которые не входят в договор, он пользуется этими деньгами, поэтому дополнительно... Ну, 0,2% снимает. Ну, 0,2% точнее, я ошибся. Смотрите, ситуация такая, что по пластиковой карточке на баланс банка деньги попадают через 2 дня. Поэтому получается, что клиент реально берёт деньги сегодня, а проценты ему начинают автоматически считаться, это потому что механизм карточка, и иначе никак нельзя сделать, проценты начинают считаться только с послезавтра. И поэтому реально он за эти 2 дня, получается, не платит проценты. Для того, чтобы он нам их уплатил, мы берём с него 0,2%, во-первых, за обналичивание первой суммы, и, во-вторых, проценты за 2 дня. Там совсем маленькие, получается, это проценты за 2 дня, которые он, в конце месяца, он на эту сумму заплатит меньше. Чтобы вам было понятно. Если вы посчитаете за месяц 30 дней, то он, ему насчитается процентом в этом месяце, где он взял на 2 дня меньше. Какие ещё вопросы? Если объектом долга выступает дом, то какие правоустановленные документы на землю? Абреты державной властности на землю, но у меня, к сожалению, нет его с собой, я могла бы его показать, это оранжевый бланк. Домовая книга вместо справки 3, формы 3. Домовая книга и обязательно акт оценки земельного участка, который оформляется в Киев-Землю, если это Киев и по области. А какого-то киеву нету ещё? А есть государство оценивает землю? Какие ещё вопросы? Землю же туда давать не сделаем. Оформляется кредит под дом с землёй. У нас не может он скупать ехать. Этот участок под домом является участником. Он сейчас наступает по автошам на власт. Если кто-то что-то хочет спросить, ребята, если кто-то что-то хочет спросить или сказать, поднимайте руку и говорите. Вот право устанавливающего документа, так и опять не возвращаемся. Была такая ситуация. Если это не жилое помещение, этот документ, оригинал, мы его изымаем, а он необходим, потому что клиент, потому что приходят всякие проверки, и каждый не требует его. Он сделает нотариально заверенную копию при этом самом, и скажет, что у него помещение в залоге, и документ в банке, а нотариально заверенную копию. Молодой человек, что я только что, о чём мы сейчас вообще говорим? Вот мы с кем я вообще сейчас разговариваю? Кто задал вопрос? Не скажет. Не скажет? Вы собираетесь и выходите. Вам неинтересно, а вы не это сами. Ну, неинтересно, просто я ещё не написал. Вы в дискуссии больше не участвует. Нет, просто с вами вопросов. Ну, я послушал, не помню. Да. Ну, вы тоже тогда можете это компанировать. Да, мне интересно, я же не знаю. А мне и неинтересно. Да, в общем-то. Да. И кто что-то, кому-то что-то вопросов, пожалуйста, не приходите на семинары. Мы здесь отвечаем на ваши вопросы и ведём дискуссию не для того, чтобы кто-то разговаривал. Значит, смотрите, какая ситуация. Всегда клиент при заключении договора залога может нотариально удостоверить копию. Нотариально удостоверенная копия это является более чем документом. Хотя для таких органов, как пожарник, ещё кто-то, для них достаточно просто копия. Я даже считаю, что больше, чем достаточно. Понимаешь? Вот, да. Вопрос страхования залога. Страховую компанию определяет банк? Либо... Сейчас я вам объясню, почему. В принципе, если клиент будет сильно настаивать, по недвижимости определяет банк. Почему? Потому что, если что-то случится с этой недвижимостью, пожар или потоп, или опять в броварах никуда ракету запустят, или там в Дисне, в Чермиговской, она попадёт аж в бровары. Вот. Или ещё что-то. Если что-то случится с квартирой, то заёмщик обращается в эту страховую компанию, а страховая компания должна возместить убытки. Либо заёмщику, чтобы он дальше мог действовать, либо банку. Мы выбираем ту страховую компанию, в которой мы уверены. Которая уж точно с нами рассчитается. Поэтому в этом случае диктуем право. Тем более, что у нас очень небольшие страховые взносы. Очень небольшие, по сравнению с другими компаниями. Пролонгации кредита возможны, при каких условиях? Пролонгации возможны, вот при таких условиях. Как правило, кредит мы выдаём на год. Через год. Мы можем пролонгировать максимум на 3 месяца, потому что это сильно ухудшает, как бы, показатели банка. Ликвидность банка. Мы можем перекредитовать или ещё что-то. Но, в принципе, клиент должен знать, если клиент просит у нас кредит за 3 года, а мы ему даём на год или на полтора, мы знаем, что он просил, что ему заранее этого срока не хватало. Поэтому мы можем или перекредитовать, фактически это будет лонгация, или пролонгировать. Такая же может быть ситуация, если клиент, мы в стандартном случае до года выдаём этот кредит. Но клиент, то ли возраст нас смущает, то есть вроде человек предпенсионного возраста, вроде всё нормально, вроде и квартира нормальная, вроде бы и чатный предприниматель где-то на базаре. Но что-то нас смущает. Для того, чтобы как-то сократить сроки, мы говорим, давайте мы вам сейчас выдадим на полгода или на 3 месяца, а потом посмотрим и пролонгируем. Если это так, то тогда мы... Ну, то есть лонгация вообще возможна. И лонгация могут быть по нашей заранее инициативе, что мы знаем, что это будет лонгация, чтобы не было нахладных дополнительных расходов. Либо если клиент всё нормально платит, всё хорошо платит, всё это самое. И для чего-то ещё на пару месяцев просят, пожалуйста, мы пролонгируем. Такие ещё вопросы. Ещё по перекредитованию. Насколько я знаю, для того, чтобы перекредитовать, нужно заново пройти весь этот... Я вот очень прошу. Выдадите первый кредит. Вы выдадим уже, пожалуйста. Просто, ну-ка, клиент обращался, директор мне звонил, и сказал, что перекредитование нужно заново пройти. Мы сейчас говорим, у нас сейчас первая стадия. Мы кредитованием. Я понял. Кредитованием, да. А возможно индивидуальные какие-то послужины? Вы... Возможно индивидуальные послужины клиента, например, уменьшение бассейна ставки или что-то в таком случае? Конечно, возможно, но это вы должны очень хорошо доказать, почему. Какие... Какие... У нас индивидуальные подходы по тарифам, по всему может быть. Какие ещё вопросы? Индивидуальные подходы к сотрудникам банка. Сотрудникам банка мы вообще не кредитуем. У нас есть приказ, у нас есть приказ, по которому написано, кого мы можем кредитовать из сотрудников банка и на каких условиях, что я должен проработать не менее трёх лет, чтобы доход был не менее какой-то суммы. Поднимите этот приказ и почитайте. Вообще, против, как бы, акционеры нашего банка против... Кто там ещё разговаривает? Ну, или кто-то ответит на этот вопрос? Акционеры нашего банка, как бы, их позиция такая, что если люди получают там нормальные зарплаты, значит, либо они могут приобрести что-то, либо они должны достаточно... Ну, не хотят, как бы, если случится какая-то проблема, человек будет уходить, чтобы не забирать эту квартиру, ну, не волноваться, что какие-то могут быть... Долго искать человек, может, работу, не выплачивать кредит, нужно предпринимать какие-то действия. Для того, чтобы как бы это не иметь, лучше пусть человек поработает, заработает деньги и приобретёт квартиру. Ну, или там человек, который не менее какого-то срока проработал уже в банке, что это уже ясно. Ну, как бы, больше шансов, скажем так, что он уволится или его уволят, или какая-то ситуация служит. Какие ещё вопросы? А если это фирма, которая каким-то образом связана с директором отделения, то есть там он является учредителем? Или хозяином? Или хозяином. То есть он как бы не занимает должность определённой, но он является каким-то там... Сучкой. Директором, допустим. Директором чего? Директор отделения, которая находит фирму, которая просит кредит. Он директор специально отделить там сословный. Директор нашего отделения? Да, да, за очередями. Нет, это возможно, мы подходим. Конечно, возможно, мы подходим полностью к вопросам кредитования, к ЗЛУ, так как к любому другому кредиту. То есть это возможно? Да, возможно, но мы подходим как к любому другому кредиту. Но я вам хочу сказать, на пример, вот такую вещь, это по поводу, просто это не касается кредитования, это касается частного бизнеса. Заниматься одновременно и банком, и собственным бизнесом невозможно. И когда я пришла работать в банк, у меня был собственный бизнес, были магазины, я занималась одеждой женской, и очень много, очень активно, и до этого я этим видом бизнеса занималась 10 лет. В банк я пришла в ноябре работать, а в марте я уже закрыла экспоцентр и еще два магазина, потому что нужно было заниматься либо банком, либо своим бизнесом. Я сделала выбор, ну, как бы в сторону банка, я увидела перспективу. Ну, бизнес автомальный. Если у нас было просто какие-то акции, или там, не знаю, не учить. Нет, я просто сказала, это такое дело. Я знаю еще у нас несколько таких солидных директоров, ну, которые, ну, презентабельные такие директора, которые оставили собственный бизнес в пользу банка, а были все, которые вернулись в свой собственный бизнес. Ну, одновременно этим заниматься невозможно. Какие еще вопросы по кредитам? Нет, когда выдаются кредит под покупку квартиры? Мы покупкой квартиры сегодня не занимаемся. Все, я считаю, что так. Подождите, подождите. Мы выдаем кредит под 50% по оценочной стоимости залога. А есть два понятия стоимость и оценочная стоимость. В чем разница? Я сейчас скажу. Ребята, ребята, хороший вопрос. Значит, есть стоимость и оценочная стоимость. Ну, не пришла. Есть два понятия. Рыночная стоимость и оценочная, и залоговая стоимость. Будет правильнее так. Должно быть два понятия. В протоколе кредитного кредита рыночная стоимость и залоговая стоимость. Чем они отличаются? Рыночная стоимость – это реальная стоимость квартиры, которую мы должны понимать, что эта квартира сегодня примерно столько стоит. Это рыночная стоимость квартиры. Кто там разговаривает? Это рыночная стоимость квартиры. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова